я ненадолго выйду вы меня впустили потом я допущу все начнем где когда первый раунд вопрос номер один правда ли что существует музей смерти роман мой ответ наверное нет хотя нет ну потому что люди не настолько а хотя не скорее всего в мексике если не поклоняются смерти скорее всего есть название просто музей смерти ну наверное есть в мексике скорее всего думал там же поклоняться смерти у них же там с башкой проблемы так что так ладно ладно понял ваня правда музей это я я смайл музей ладно давай а ловко ты это придумал мы даже не поняли молодец это правда а маруся а бобус правда кан правда наверное смайл ибрагима где ты живешь смайл в россии и украине просто я уже отвечала ада а фоксик я думаю что это правда аниматроники марина правда ведь в разных странах смерти обличается по-разному так что может быть там в одной и только культуре смерти так как она милиса алиса наверное правда правда хороший ответ мне понравится так все ответили я не ответил я не ответил тамара тамара правда это правда можете пожалуйста меня так поднял улыбающийся смайлик ты кто я я я это кто я я сейчас тебя реально удалю интересный ответ кто юсуф юсуф давай экзорцизское имя два вопроса один вопрос другой ответ да еще один вопрос а гуглить можно нет что можно он ответил можно гуглить нет нельзя осуждаем мы тебя тогда да а марьям 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 покинула чат ну марьям есть news ага окей ну что смотрим ответ готова да 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 и внимание на экран это это феливудский музей смерти да да в том числе и предметы искусства созданные серийными маньяками и убийцами хороший музей я бы туда пошел я бы пошла да интересно кто туда ходит вот прям очень интересно идешь видеть экспонат какого нибудь убийцы потом идешь идешь из-за того единственное что я могу сказать туда идут те кто любит себе причинять боль если они не нравятся смотреть на вещи как раз за любви все ну да есть вопросы нет нет окей это есть это правда какой вопрос какой вопрос там калашников это есть вопрос у меня у меня у меня давай кто это создал человек человек Нет, ну логично. Какой человек мог такой... Инопроэнтиянин, негрофон, американец. Русский. Ну, если... Люди, стойте. Если это голливудский музей, значит, он создан американцем. Скорее всего. А я о чём? Никто бы не удивился. Окей, и там дальше вопрос номер два. Правда ли, что в Эрмитаже хранится примерно 3 миллиона экспонатов? Я не ходила, я не знаю, я не считала. Правда, тебя не считала. Камень. Камень. Я хороший, я хороший. Правда. Я хороший. Роман Великий 2. Я плохой. Это да, потому что там экскурсия, она очень долго может длиться. Потому что экскурсия может длиться под подсчётом учёта, как меню. Как минимум год. Или больше. Это суровая правда жизни. Да, я ходил, считал, там 3 миллиона экспонатов. Мне тебя жалко. Сколько времени потраченного? Кан. Всю свою жизнь я ходил и считал экспонаты в Эрмитаже. Это было очень круто. Хо-хо-хо. Да. И сколько насчитал? Так, почему у нас 2 Романа Великий 2? Ребят. У нас есть Роман Великий 2 и Роман Великий 1. Ребят, всё, ладно, неважно. Роман Великий 2. Самозванец, а ну покажи сюда. Время не теряем. Роман Великий 2. Я считаю, либо 3 миллиона, либо больше. Супостат, убери моё имя. Правда или ложь? Ну, правда. Правда. Мелисса. Ребят, я когда одного спрашиваю, не надо другим двести. Хорошо. Пожалуйста, я вас прошу. Супостат, убери моё имя. Мелисса. Мне кажется, это ложь. Слишком много экспонатов. Ага. Так, Алекс. Можете, пожалуйста, меня спрашивать. Мне кажется, это тоже ложь, потому что посмотреть на здание, оно не такое большое для трёх экспонатов, 3 миллиона экспонатов. А это не это здание? Это не Эрмитаж? Ну, я просто не знаю. Я вернулся. Думаю, да. Возможно. Давид. Я случайно, извините. Возможно. Марина. Ну, по-моему, там поменьше. То есть ложь. Ну, да. Так, Лейла. Я смайл музей смайликов. То стоило. Так, Лейла. Это ложь. Тебе нельзя доверять. Юсуф. Правда. Маркс. Ложь. Всё, все ответили. Нет. Да. Я передумала. Я передумала. Я передумала. Я передумала. Вот. Кот. Это Ось. Не верьте Ибрагиму с числами. Вот именно. Все ответили. Ложь. 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 А Марьям? Дикая азиатка. Марьям? Правда. Всё, все ответили. Да. Но это не точно. Правда. Правда. Окей. Смотрим ответ. Внимание на экран. И... Ложь. Правда. В Эрмитаже хранится около 3 миллиона экспонатов. А в Британском музее порядка 8 миллионов. Реально. Я же не знаю. Я жду в Эрмитаж сходить. Правда. А я в него не ходила. Я ж говорил. Правда. Я ж говорила. Я тоже говорю. Я этим не пас. Роман, хочешь что-то сказать? Я хочу сказать единственную вещь. Кто ответил правила, того поздравляю. А кто нет, того ждут вечные муки. Так. Ладно. Ещё есть вопросы? Вопросы нет. А с какого-то зала, кстати, вот где ещё стоят люди. Просто я вижу здесь Кутузова и всяких... Кутузова и ещё каких-то... Вопросы. Да, какой вопрос? Кто я? А это... А как в такой музей вместилось 3 миллиона экспонатов? Это не этот музей. А можно я скажу, пожалуйста? Это не совсем вообще музей. Это раньше был дворец. Где очень много всего... Ну, конечно. Каждый знает, что это дворец. Ну, там столько... Потому что это осталось всех времён. И это там ещё не всё. Потому что там ещё развезли по другим музеям. Основная часть вот самого быта, основной... В этом музее. А всё... Ну, то, что они связаны, это важные вещи. А в остальные музеи не напихано так, чтобы было, не пропадало. И, возможно, если бы нацисты не украли янтарную комнату, ещё было 3 миллиона и одна. Ну, вот так вот. Так. Татья, можешь задать один вопрос? Да, какой вопрос? Разрешаю. А почему-то в некоторых местах чёрные рамки. Это не Эрмитаж на фоне, ребят. Это не Эрмитаж. Ну, вообще-то там, скорее всего, чёрные рамки. Есть несколько вариантов. А, это, судя где-то, откуда нацисты вывозили, не удалось найти. Б, просто... Просто картины уже испортились. И их убрали. Либо же просто за кадров. Окей. Или просто... Идём дальше. И вопрос номер 3. Правда ли, что Лувр самый посещаемый музей в мире? Правда. Юсуф. Я первый руку поднял. Роман. Да, это правда. Лувр самый посещаемый музей. Стодичку не буду говорить. Так. Камень. Правда. Идеально. Чип. Так. Маркс. Правда. Юсуф. Правда. Кан. Кан. Тамара. Наверное, правда. Это ложь. Потому что... Есть люди. Правда. Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Марина. Да? А, ну... Я думаю, это ложь. Ну, конечно. А зачем ставить фотку, где только один человек? Поставили бы... Сколько тоже. Побольше. Вообще-то, это, возможно, просто в зал один... Это, скорее всего, охранник музея. И это не Лувр, во-первых. Потому что здесь... Да, это не Лувр. Это здесь... Здесь находят больше людей. Здесь музей... Это, скорее всего, где-то в Стамбуле. Потому что здесь очень много атрибутов Византийской империи. Крест Константина Первого и все эти. Скорее всего, это где-то в Стамбуле музей. Да, прям в шторе. Обучу Второй мировой воене. Так, Мелисса. Мелисса. Правда. Фокси. Фокси. Ложь. Марьян. Это... Сам посещаем музей в Париже. Угу. А и в интернете кто-то посмотрел нехорошо. Марьян. Так, Марьян, ты отвечала, да. А кто не отвечал еще? Человек. Чип, ты кто? Имя. Я человек. Да, правда. Я сейчас тебе кипну, реально. Имя. Ибрагим, знаешь? Вот мне так нравится здесь. У нас такие имена здесь. Ну, попрощаемся. Скажем пока ему. Так. Камень. Пока. Я хотела спросить, а почему охранник музея и женщина? Ну, во-первых, это не охранник музея. Это... Во-первых, это не охранник. Это этот... Люди, а перебивать нехорошо. Люди, смотрите, мало ли, что не трогали. Скорее всего, это просто уборщица, убираться надоело. Люди, дайте я договорю, это перебивает, это нехорошо. Кто перевел, тот нехороший человек, будем культурно говорить. А у меня... Это, скорее всего, это не уборщица. Это человек специальный, который наним музей, чтобы смотрел за экспонатами. Потому что раньше не стоял никто. Из-за этого там очень много картин, из-за этого было украдено. Под предлогом, типа, они идут в реставрацию. Так что это просто смотрит музей. И ему всегда сообщают, когда должен кто-то за реставрацией, и она смотрит за особо важными экспонатами. Так что охранники, они стоят всегда на входе музея, на выходе, и еще там, еще в каких-то местах, в каких, я не знаю. Да, ты имеешь в виду, что он смотрит музея? Правда. Имя твое, кто-то там. Кот. Так, ага, не надо переименовываться. Я сейчас заблокирую эту функцию. Марьям. Да, правда. Так, все, все ответили? Да, да, да. Да, верно, да. Окей. Ну что, смотрим ответы, внимание на экран. Да, да. Правда, наиболее посещаемый музей мира Лувр. Каждый год он принимает около 9 миллионов. Три армитажа. Вот так вот. Три армитажа. Он в год принимает как три армитажа. Да, да, да. Ну, потому что популярный очень. Потому что потому. Ну, и потому что там, это же Париж. И там во время нацистской оккупации там очень много чего было связано какое-то зобры. Ну, когда забирали много. И там в основном очень много чего оставалось. Так появился лувр. Так что спасибо нацистам. Единственный плюс от них. Окей. Есть вопросы? Наверное, нет. 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 Идем дальше. И вопрос номер 4. Правда ли, что самый маленький музей в мире находится в домике из картона? Официальный музей. Камень? Ложь. Роман? Ну. Ну. Я вообще. Ты сказал. Нет, я сказал. Роман, давай. Ну, наверное, нет. Ну, нет так нет. Смотрите, я вообще держал микрофон выключен. И, по-моему, это правда. О, Ваня, привет. Я тебя давно не видел. Так. Так, тихо. Не полимаем склещи имя. Так. Это правда. Потому что музей это может быть как хранение человека каких-то оранжевых камушков. Так. Фокси? Не знаю. Ну, правда, наверное. Юсуф? Правда. Кан? Эбрагим, у меня к тебе вопрос. Правда, наверное. Сейчас, подожди, Роман. Давай в чат. Маркс? Я думаю, что правда, потому что начинается с правды. Тамара? Я увидел, вроде ты сказала правду. Только звук включи, чтобы убедиться. Звук. Я думаю, что это правда. Ну вот, я угадал. Я угадал. Мелисса? Я думаю, это ложь. Если бы дом был этот... Если музей был бы из картона, его бы, наверное, ветром сдуло. Ну, окей, тоже аргумент. Но он может находиться в безветренном, в безветренной стране, как вариант. Или находиться еще в чем-то, тоже как вариант. Так. Все, все ответили. Они из картона. Да. Дикоряк. Все? Да. Окей. Смотрим ответ. Внимание на экран. И... Смотрите, что это... Но есть самый маленький музей в мире. Он находится в телефонной будке. Да, вот я хотел сказать... Деревня Ория. Ория. Я угадал по-английски. Открыли музей в телефонной будке, который обществу местных жителей предала британская телекоммуниционная компания. Я не отвечу. Телекоммуниционная компания ВСД Грау. В музее можно узнать об истории деревни, прочитать о самой старой семье, и выдающихся жителя. Рассмотреть ретрофотографии и личные вещи из архива. Экспозиция будет обновляться каждые три месяца. Новая достопримечательность пользуется большой популярностью. Это официальный музей. Ибрагим, знаешь, как я сначала прочитаю телекоммунициальные компании? Как? Комуциальные, коммунициальные, но коммунистинческие. Ладно. У кого что? Есть вопросы? Есть. Я думал, что самый маленький... Как в будку телефонную вместилось? Очень легко. Кстати, я забыл фотографию прикрепить. У меня была фотография. Ибрагим, а так у тебя же демонстрация. Ты можешь пойти... Ибрагим, ты же можешь просто выйти из демонстрации и показать сейчас. Это не тяжело. Не, я знаю. Просто мы не успеваем по времени. А почему не успеваем? Сейчас 30 минут. Ну, не знаю. А это всего первый раунд. Сейчас побыстренько мы включу. Сейчас. Ну, именно. Всего лишь первый раунд. Ибрагим. Сейчас, секунду. Люди, отключите микрофоны все. Так, 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 так. Как это? Делать так, чтобы... Жанне спрашивали. Просто выключите все микрофоны. Оп. Оп. Ну, давайте. Давайте вот. Ладно. Не важно. Да. Вот, вот, вот. На экране видно? Нет. Ты не запустил? Вот. Сейчас покажи. Да, видно. Да, видно. Вот такой вот музей. Маленький. Компакт. Очень удобный. Можно даже так сказать. И вот он как выглядит. Справа вы можете видеть. Сейчас там лифон посмотрю. А как в него вообще зайти, возможно? Или это там просто дверь такая? Ну, так вот. Есть же дверь. Это дверь. Это телефонная будка. А внутри сам музей, да? Да, а внутри музей. Так что это... Сколько человек поместится? Ну, один-два человека максимум. Ну, не совсем. Потому что китайцы умудрились поставить 20 человек в одну картонную коробку. Ну, типа такой. Да-да. Вот такие китайцы. Нет, я не издеваюсь. Это они малышей. Он даже номиноват как музей. Вот. Варлеми музей. У них просто там... У них был социальный кредит, и не ели год-рис. Помимо всего, два человека. Ибрагим, Ибрагим. А есть музей кока-колы? Музей кока-колы? Наверное, есть. Не знаю. А существует музей игрушек, собак? Да, существует, конечно. Может быть. Но вряд ли. Окей. Идем дальше. Готовы? Едем. 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 Раунд. Внимая на экран, смотрим первый вопрос. А кажется, это ложь. Какой был первый российский музей, принадлежащий государству? Роман. Давайте подумать. Скорее всего, армитраж. Армитраж? Ну да, потому что это музей там по себе был. Когда пала Российская империя, скорее всего, да, потому что в Советском Союзе это был музей уже, а в императорские времена нет. Где-то, скорее всего, это в СССР это армитраж, скорее всего. Я не уверен, но, скорее всего, армитраж. Только русский, не сцарский. Именно русский. Ну, русский тоже армитраж. Окей. Марина? Армитраж. Ну, или Эрмитаж, или Третьяковка. Угу. Фокси? Либо Эрмитаж, либо Третьяковская галерея. Давайте определитесь. Либо Эрмитаж, либо Третьяковская галерея. Одно? Не знаю. Ну, давайте. Марина, ты тоже одно что-то выберешь. Нет. Или это, или другое. Да. Нет, 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 ребят. Только два. Ну, тогда я за вас выберу. Третьяковка. Тогда давайте. Ваня. Тогда Эрмитаж. Нет, ты обязательно выберешь неправильный жулик. Ну, все. Раз вы не сказали. Вы согласны с ответом Третьяковской галереи? Нет. Эрмитаж или Третьяковская галерея? Окей. Нет. Окей. Марина, ты согласна? Ну, молчание, знак согласия. Ваня. Ты хочешь узнать? Эрмитаж или так, галерея? Нет, одно. Тогда Третьяковскую галерею выберем. Нет, Эрмитаж. Окей. Давид, ладно. Вы что-то как-то не любите Третьяковку. Давид. Кунгстомера. Неправильно. Что еще раз? Кунгстомера. Правда или ложь? Я не услышал. Это Кунгстомера музей. Кунгстомера. Так, ладно. Кунгстомера. Лейла. Он сказал, что там камера. Он сказал, что там камера. Просто ударение неправильно поставила. Он не Кунгстомера. Он Кунгстомера. Кунгстомера? Ничего себе пошли такие музеечки. Эрмитаж. Эрмитаж нету там. Там Эрмитаж нету. Мариям. Кунгстомера. Кто? А, я услышал все. Все. Все, все ответили? Нет, я не ответила. 15 человек уже ответила. Эрмитаж. Эрмитаж. Кан. Кан. Я не уверен. Фокси. Может быть, это еще Ленина. Я не знаю. Так, выбирай что-то одно. Не знаю. Ну, тогда выбираем Третьяковскую галерею. Тогда выбираем Эрмитаж. Или вот какой у тебя второй ответ был? Эрмитаж. Так, Юсуф еще? Эрмитаж или Третьяковская галерея? Все. Нет, одно. Тогда Третьяковскую галерею выбираем. Я очень люблю Эрмитаж. Юсуф. Эрмитаж. Тогда Эрмитаж. Юсуф. Я не знаю, но я не знаю, что Эрмитаж не знаю. Третьяковская галерея, но больше не Эрмитаж. Ага, окей. Смотрим ответ. Внимание на экран. Тоня, другой интерес. Один из российских музеев, принадлежащих государству, стала Третьяковская галерея. Создал ее на своей собственной среде. Я так и подумал. Павел Третьяков. Но после этого он официально подарил ее Москве и ее жителям. Прикольно. Я так и думал, потому что у нас уже был Эрмитаж в разгарке. Вот так вот. Прикольно, что же было. Значит, это будет отреться ложкой. Нет, я могу несколько раз про одно и тоже сказать. Кстати, я один... Так как интересно, что будет произносить? Я несколько раз делал такую четвертую штуку. Ответ в ответе. Ну, скоро, наверное, поймете. Ну, Чернецко. Окей. Есть вопросы? Нет. Окей. Нет. Нет. Идем дальше. И вопрос номер два. Какой самый посещаемый музей мира? Роман. Лувр. Лувр. Окси. Лувр. Вы что-то говорили. Кан. Стоп. Мы говорили один. Как вы нежели? Мы говорили про один из посещений. Там мы посещаемый. Алина. Тот, в котором... Ну, в котором... А, так. Ну, да, это Лувр. Ваня. Лувр. Мелисса. Лувр. Фокси. Ну, если подумать логически, вообще, мой ответ Лувр, но... Мой самый посещаемый музей мира, это мой самый посещаемый музей. Лодика. Ладно. Лейла. Я музей смайликов. Лейла. Давай. Ха-ха. Лувр. Давид. Лувр. Все, все ответили. Нет. Нет, я не ответила. Макс, я не ответила. Камара. Я не ответила. Ну, если чисто логически, то, наверное, Лувр. Либо Лувр, либо Эрмитаж. Лувр. Ну, Лувр. Все, все ответили. Нет, я не ответила. Давай. Меня не спросили. Ну, давай, Марьян. Угу. Марьян. Марьян. Юсуф. Мне кажется, Лувр. Юсуф. Все. Смотрим ответ. Внимание на экран. И... Правильно. Лувр. Самым посещаемым музеем мира является Лувр в Париже. Вторым по посещаемости британский музей в Лондоне. Потому что вы же сами говорили. Да, это был у нас вопрос номер три в первом раунде. Да. Я уже об этом говорил. Я думал, сейчас немного запустим. Так, погоди, так это уже третий вопрос. Ибрандил, у меня к тебе только одна просьба. Так. А включи чат общий, чтобы могли писать общий чат всего типа того. Все, окей. Смотрим ответ. Ой. Идем дальше. И у нас начинается третий раунд. Сейчас я выключаю все микрофоны. Пока. Палшебные. Кнопочки мои. Оп. Тамара, что хочешь сказать? У меня такой вопрос, то, что я не умею... У меня нет чата. Там должна быть кнопочка такая. Чат. Какой? А, ладно. Если что, поднимешь руку, я тебя в конце спрошу. Ваня. Спокойной ночи. Так. Все, все ответили. Все задали вопрос. Все. А, Юсуф, какой вопрос? Можно я как-то пара в конце, потому что я печатаю очень медленно. Окей. Ну, нет, у нас будет достаточно времени, так что все успеете напечатать. Смотрим вопрос. Смотрим вопрос. Внимание на экран. А, Юсуф. А, Юсуф. А, Юсуф. И, вот, ответ. Кофе в чашке был сладким. Прежде чем посетитель обнаружил муху, он успел положить в кофе сахар. Вот так вот, ребят. На этом все. Как вам? Понравилось? Продолжение следует.